Как эффективно распределять деньги, выделенные на ремонт и строительство трасс, и как контролировать расходы. Об этом говорили сегодня участники встречи в Украфтодоре. Какие идеи звучали и что решили, узнаем от Богдана Вербицкого. Отчитаться о потраченных деньгах и определить фронт работ на год. Такова основная цель заседания в Украфтодоре. Обсудить ситуацию с дорогами собрались все. И руководство ведомства, и губернаторы, и участники тендеров, и общественники. Дороги в Украине тратил часы были в плохом состоянии. На самом деле еще есть в плохом состоянии, но пытаемся улучшить ситуацию. Как результат, отремонтировали наибольшую протяженность дорог 2100 километров. Чтобы отремонтированных дорог стало больше, в Украфтодоре предлагают внести изменения в сферу финансирования работ и в систему контроля за их проведением. Ответственными отныне будут и местные власти. Области отримают не только больше финансирования, но и больше ответственности за ремонт и отримание дорог. Это стабильный инструмент финансирования и планования не только ремонтно-будовательных работ, но и также планование развития дорожных компаний. А вот Нардепа, присутствовавшая на заседании, говорят, идея хороша, но реализовать ее будет сложно. Из-за коррупции на местах. Решить проблему могли бы несколько законопроектов, но они недоработаны. Даже одна единственная правка способна изменить ситуацию. Она актуальна минимум для девяти областей на сегодняшний день, которая унеможливает структурные подраздели ОДА быть замовником этих работ. Про это не раз говорилось на уровне голев областных и государственных администраций. Еще одна помеха – тендеры, которые не всегда проводятся честно. Здесь уже свое слово может сказать СБУ. Во всяком случае, в частности контроля за проведением конкурсов. Но при этом не мешая развитию бизнеса. Служба спеки, в первую очередь, сделана все заходы для того, чтобы Украина была инвестиционно привабливой державой. И деятельность службы спеки покладена, в первую очередь, на прозорость тех или иных действий, которые сделаются, что в державе, что в бизнесе. В этом году на строительство и обслуживание дорог выделили около 45 миллиардов гривен. Это вдвое больше, чем в 2017-м. Но и этих денег может не хватить. Около половины уйдет на погашение задолженностей и зарплаты работникам. Но и оставшиеся деньги необходимо контролировать. На самом деле финансы выделяются не так же и мало. Просто вопрос в том, что они используются неэффективно. Городские организации должны иметь доступ к контролю за этими финансами и до информации, которая бы позволила проверить, насколько наданы данные полные и достоверные. Обсуждали не только, как контролировать работы, но и как завершить уже начатые, причем достаточно масштабные проекты. К примеру, трасса Гданьск-Одесса. По словам замглавы Мининфраструктуры, эта дорога очень важна с экономической точки зрения. Все участники совещания пришли к выводу, что подобные заседания с участием не только профильных чиновников, но также общественников и силовиков, чрезвычайно важны. Богдан Вербицкий, Алексей Шматов. Подробности – телеканал «Интер». Субтитры создавал «Интер».